Тема игр сейчас самая популярная в социальных сетях. Обсуждают скандалы, последние вот с йогуртами для американской команды, которые не пускают в Россию. А также спорят о медальных перспективах сборных и возможном противостоянии хоккейных дружин США и России. Звезды национальной хоккейной лиги, как известно, прибудут в Сочи последними. Их проводит сегодня лично госсекретарь США Джон Керем. Нынешние бывшие чемпионы предлагают на время соревнований забыть о спорах и сконцентрироваться на спорте. Наш корреспондент в Вашингтоне Александр Панов встретился с именитыми олимпийцами. Американское руководство в Сочи не едет, но поддержать спортсменов собирается. Госсекретарь Джон Керри устраивает проводы олимпийцев на спортивной арене хоккейного клуба Вашингтон Кепиталс. Госсекретарь сделает символическое вбрасывание шайбы на игре с Виннипех Джетс, а также поприветствует участников Олимпиады из обеих команд. А тут целый спортивный интернационал, в том числе россиянин Александр Овечкин. Впрочем, когда Керри вбросит шайбу, с ним на хоккейном пятачке будут стоять не шведы, финны или русские, даже не канадцы, а два американских игрока Джон Карлсон и Блейк Уиллер. Сегодня Госдепартамент объявил, что в Сочи на церемонию открытия к американской делегации, возглавляемой бывшим министром внутренней безопасности Джанет Наполитано и включающей несколько представителей секс-меньшинс, добавится посол США Майкл Макфол. А на церемонию закрытия игр приедет и возглавит делегацию США заместитель Джона Керри Уильям Бернс. За сложными дипломатическими маневрами, а также ежедневными репортажами из Сочи об уровне безопасности и состоянии гостиниц, транспорта и олимпийских объектов, а также за многочисленными сатирическими фотографиями, все немного позабыли о понятии «олимпийский дух». Не говоря уже о лозунге «о спорт и мир» и олимпийском принципе главной не победы, а участия. Преобладает другая точка зрения. Большой спорт и олимпиада – это современные войны между государствами, только без убийств. Но со своим оружием, новейшими технологиями в спортснаряжении и медикаментах. Участники форума в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований, бывшие олимпийцы и организаторы массового спорта выступают против политизации олимпийских игр. Как говорил Нельсон Мандело, спорт может изменять мир и объединять людей. Он разговаривает на языке, понятном всем. Он приносит надежду вместо отчаяния. Спорт сильнее правительств в разрушении расовых барьеров и других форум неравенства в обществе. Двукратный олимпийский чемпион, пловец Том Доллан стал примером того, как астматик может достичь спортивных вершин. Сейчас Том возглавляет спортивную школу в штате Вирджиния. Девиз его организации – «Плыть по жизни». Для спортсменов-олимпийцев нет ничего важнее их выступления. Можно сказать, годы тренировок посвящены секундам и мгновениям. Но спорт – это не только арена. Важно, что происходит в олимпийской деревне. Важны уроки и неповторимый жизненный опыт, приобретенный на играх. И еще, сегодня спортсмены стали настоящими VIP. В глобальном мире чемпионы могут быть важнее политиков. Их примеру следуют миллионы молодых людей с разных континентов. Спорт может стать политикой. Баскетболист Брэндон Туохи создал международную организацию «Игроки мира». Организовал матчи подростков, католиков и протестантов в Северной Ирландии. А позже – белых и черных школьников ЮАР. Ребекка Зилберман из Британского совета, заручившись поддержкой звезд британского футбола из премьер-лиги, вместе с ними организовала футбольные школы в Иордании и Индии. Их общий призыв к участникам сочинских игр, не забывая о рекордах, содействовать укреплению дружбы, мира и терпимости. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Артевия, Вашингтон.